Сейчас видно. Все. Всем привет, привет, привет еще раз. Рада всех видеть, слышать. Давно, давно я обленилась, лентяйка, давно я не выходила в эфир. Ну, просто такого количества сегодня компания проводит всевозможных информационных вебинаров, что, конечно, это радует. И столько информации действительно много мы получаем. Я сама, честно говоря, уже даже запуталась в этой информации, но все равно, все равно, как бы, где-то когда-то что-то не хватает. Мы рассказываем о продукте, о продукте уже знаем, наверное, ну, те, кто, конечно, более добросовестные, ну, как я, например, то я уже разобралась, я не знаю, до молекул, а может уже до квантов, понимаете. И в технологии в том числе. И, естественно, мы уже 8 месяцев работаем здесь, в Днепре. Результатов масса получаем мы. И вот я сегодня получила продукт за неделю. Я такие делаю специальные видео в Инстаграм, выкладываю такие коротенькие видео. Именно вот, что у нас является за неделю хитом продаж. И радует, что все больше и больше людей подключается. Радует то, что очень хорошие результаты у нас идут. Вот. Единственное, что да, все-таки, так как у нас организмы у всех очень разные, процессы у нас у всех проходят очень разные, потому что есть и генетическая предрасположенность. Я поэтому проводила вебинары по группе крови, чтобы просто было понимание, что иногда какие-то заболевания, они вызываются именно генетической предрасположенностью. Ну, например, как аллергия у людей полинозы, как у людей с первой группой крови. И у них это генетически идет как бы избыточная выработка иммуноглобулинов типа Е, и поэтому они очень склонны к этому. И в их ситуации надо просто постоянно это корректировать. И, ну, как бы вот поэтому в этом мы все разные, наш организм работает по-разному. И плюс, когда мы уже приобретаем определенные болезни, какие-то нарушения серьезные, сейчас 5 минут, я закрою окно, у меня собака все разговаривает, сейчас 5 минут, в частном доме живу. И начинаем принимать драже, и у всех разная реакция. И это нормально. Это абсолютно нормально, потому что мы разные, биохимия разная, биофизика разная, биомеханика разная. Я когда-то в свое давно время очень проходила тоже очень такое интересное обучение, где нам рассказывал один замечательный человек о пяти видах связи организма. И очень много для меня, я очень много для себя открыла, потому что там и биохимические связи организма, и биомеханические, но их достаточно много. И вот он как бы действительно показывал, что такое комплексное системное лечение. Потому что если действительно мы как бы для себя, лично для себя решили, что мы будем, что я хочу вылечиться, по-настоящему вылечиться, не притормозить какие-то процессы, не получить кратковременный какой-то результат, а именно вылечить, побороть свою болезнь, то однозначно здесь надо учитывать полностью все, то есть системный подход необходим. Вот почему я, когда разбиралась с дрожжей ЭПЛ, составом, и я понимала, насколько сам состав дает системный, именно системный подход к лечению. Потому что каждый из этих экстрактов, там лекарственных растений, овощей и фруктов, они же выполняют массу функций. Самых важных, самых нужных для нашего организма, именно сегодня и сейчас. И вот именно вот этот системный подход, комплексный, системный, вот это и есть истина. То есть это и есть правильный путь к здоровью, а не как-то однобоко, леча что-то одно, воздействия что-то на какой-то процесс один. И вот идти к здоровью поэтапно. Сначала очищаться, сначала от шелаков, потом от паразитов, потом PH среду восстанавливать. То есть сам путь к здоровью, он настолько затягивается, он настолько длительный, что по пути к этому еще чего-то. Потому что, ну невозможно, извините, действительно очень долгое время сидеть на каких-то диетах. Потому что есть такие болезни, когда они просто требуют, просто требуют пересмотреть рацион питания. Потому что если мы, как у меня была экзема, да, мокнущая, она очень быстро прогрессирующая. И если я реально понимала, что одними БАДами, одними там травками, не убрав из рациона питания именно фактор, который это вызывает, то, ну, вылечиться, ну, это будет полумера, это будет поверхностное лечение. Поэтому какие-то болезни, они обязательно требуют коррекции своего рациона, обязательно. И поэтому я вот, когда людям, опять-таки, по состоянию, по количеству, по букету, так сказать, болезней, по их количеству, по их запущенности, по стадиям, я им однозначно, кому-то в первую очередь, как бы рекомендую дрожжи, я всегда говорю, а вот это надо исключить. На какое-то время, я не говорю, что навсегда, но на какое-то время желательно вообще из рациона питания исключить какие-то определенные продукты. Потому что они не расщепляются в организме, и они, опять-таки, приводят к интоксикации, потому что токсины, пищевые токсины, они засоряют организм, они перегружают наши выделительные органы, но и о каком здоровье можно говорить. Поэтому есть биохимические связи организма, есть биомеханические связи организма. Биомеханические связи организма – это то, что связано с гемодинамикой, с движением, с тонусом, с моторикой наших органов. Ну и я сегодня хотела, например, как бы вот давно не думала, и именно тема клапанных аппаратов, это уже биомеханика нашего организма. Потому что у нас есть в нашем организме клапаны, которые настолько важны для, опять-таки, для нашего здоровья. И любой сбой в работе наших клапанов, они сразу же будут провоцировать возникновение огромного букета заболеваний. И начнем мы, конечно, с желудочно-кишечного тракта. Начнем мы, сейчас, минуточку, мы это пропустим, с желудка, ну, с пищевода в первую очередь. Ну и затем желудок, там у нас первый клапан, кардинальный верхний клапан. И такая болезнь, как рефлюкс, как грыжи пищевода, это сегодня очень распространенная патология. Она не смертельная, конечно, но она рисковая. Потому что если постоянно идет заброс соляной кислоты в пищевод, она обжигает пищевод. И это идет риск заполучить себе такую проблему, как онкология. Поэтому кардинальный верхний клапан, сфинктер это называют еще, да, то есть клапаны, клапаны это те элементы в нашем организме, которые отделяют процесс от процесса. И если эти клапаны дают сбой, то, естественно, сразу же в организме начинаются очень серьезные изменения. И я так думаю, что среди присутствующих есть достаточно много людей, которые или сами имеют эту проблему, как рефлюкс, или, естественно, имеют среди своих родных и знакомых такую проблему. Чем она, это верхний наш кардинальный клапан, который по причинам, причины тоже могут быть разные. Это может быть функциональная слабость, врожденная функциональная слабость. Это может быть постоянная повышенная кислотность в желудке, которая создает давление. И таким образом постоянное давление приводит к очень быстрому износу, например, этого клапана. Воспалительные процессы, естественно, как и острые, так и вяло текущие, то же самое создают благоприятную почву для возникновения этого диагноза, этого синдрома. И чем, ну, последствия будем говорить какие? Ну, естественно, первое, это появление грыжи пищевода. Когда клапан не закрывается вообще вплотную, и как я вам сказала, что начинается заброс соляной кислоты в пищевод, он обжигает, появляются язвочки, эрозии, язвы, вплоть до появления потом онкологии. У таких людей действительно они принимают огромное количество кислот и снижающих препаратов, которые им рекомендуют доктора. У них определенный рацион питания, им следует постоянно до конца жизни сидеть на диете, да, им нельзя, например, пить напитки, которые стимулируют выброс соляной кислоты. Понимаете, очень много проблем происходит. Почему? Потому что снижение соляной кислоты теми же лекарственными препаратами или той же диетой однозначно приведет к тому, что белковая пища будет плохо очень усваиваться. Она не будет расщепляться полноценно, а мы состоим из белков, и организм не будет получать необходимое количество белков, потому что клетки иммунитета, мы все, ферменты это белки, гормоны белки, мы все, мы белковые структуры. И когда идет недополучение основного строительного материала, то однозначно помимо этого диагноза появится еще дополнительно очень много других диагнозов. В первую очередь, это же, конечно, появление белковых пищевых токсинов у нас в крови, которые, естественно, будут изначально способствовать тому, что такие органы, как печень, почки, будут претерпевать огромную нагрузку, а значит, они будут истощаться. Резервы у наших органов достаточно большие. Я проводила вебинар, когда рассказывала, что такое адаптационные возможности организма, когда мы говорим, и мы умные все, грамотные, и говорим, да, наш организм саморегулирующаяся система, она может все, но вопрос другой. Да, организм может все, но у него нет ресурсов, у него нет материала, достаточного количества, чтобы это сделать. Потому что в рационе современного человека, в состоянии стресса, нарушении движения крови, гемодинамики, микроциркуляции, наши клетки, по большому счету, они голодают сегодня. По всем параметрам голодают. И по кислороду, и по макро-микроэлементам. То есть они сегодня живут в проголоде. Потому что в современной среде, в которой живет сегодня человек, много очень факторов, которые нарушают процесс питания клетки в первую очередь. Потому что я вам показывала уже, когда проводила вебинар, что такое состояние хронического стресса. Что происходит сразу с нашими сосудами. Когда сразу сужается калибр сосуда. Но у нас есть калибр, у нас есть крупные сосуды, у нас есть средние, но у нас есть мелкие. И естественно для них сужение, это значит совсем закрыться. Просвет настолько уменьшается. И это блокирует именно систему питания нашей клетки. Поэтому по большому счету наши, если человек тобой не занимается, если он ничего не делает, как бы не ухаживает за своим организмом в полной мере. А для того, чтобы ухаживать, надо же понимать вот эти все глубинные процессы, которые происходят у нас внутри. И если он не занимается, то если даже Бог ему и дал, например, там прожить 100 лет. Или сердцу, как Алексис Карель, когда-то действительно лауреат Нобелевской премии. Он тогда еще написал, это было начало 20 века, что сердце способно работать 240 лет у человека. 240 лет это резерв сердца. А мы его, а износ идет глобальный. И это как раз и есть результат невнимания, невнимания к своему организму. Жить хотим мы долго все. Хотим жить без болезней все. Но разобраться глубоко, понять глубоко, что организму надо, да, и как его защитить сегодня от этой агрессии окружающей среды, в которой живет современный человек, не каждый, к сожалению, хочет разбираться. Поэтому клапаны, клапанный аппарат нашего организма, у нас их немало, этих клапанов. И в первую очередь желудочно-кишечные клапаны. Это настолько важно именно для работы нашего термоядерного маленького реактора, то есть нашего желудка. Там, где происходит процесс, именно самый основной процесс расщепления белков. И наличие соляной кислоты, наличие пепсина, фермента, нужного количества, это настолько важно, потому что именно из белка мы получаем кальций, мы получаем минералы, мы получаем железо, мы получаем необходимые минералы. Поэтому все люди, которые страдают нулевой кислотностью и понижены, они все ходят в дефицитах. Дефициты кальция, селена, цинка, хрома, они все ходят в дефицитах. А эти дефициты, если, естественно, дальше будут нарушать, уже вызывать определенные заболевания. Поэтому состояние клапанного аппарата, как верхнего, кардинального, так и нижнего, это очень важно, чтобы они правильно работали, чтобы не было функциональной недостаточности. Потому что, если не работает или слабо работает нижний клапан, у человека начинается запрос желчи в желудок. А откуда появляется хеликобактер? Ведь хеликобактер, хели, это же желчь переводится с греческого. Ведь хеликобактер как раз живет в этой среде. И он попадает в желудок именно с забросом желчи в желудок. И, естественно, это та бактерия, которая грызет. Бактерия, которая грызет слизистую, любую, любую слизистую. Желудка, двенадцатиперстные кишки, всех наших кишечников, сосудов, она грызет. И она может действительно наносить, вызывать эрозивные гастриты, эрозивные дуодониты. А потом, естественно, язвенные процессы желудка и двенадцатиперстные кишки. И не только, но и самых первых отделов тонкого кишечника. Поэтому, чтобы эти клапаны у нас нормально функционировали, человек должен следить, естественно, за правильной работой желудка. За его моторикой. Как? Потому что это, ну, вернусь опять к тому, о чем я говорю всегда. Все болезни от нервов. Желудочно-кишечный тракт напрямую связан с нашими гормонами стресса. Напрямую. И я вам уже об этом говорила. Что если первая группа крови и четвертая в состоянии хронического стресса адреналин присутствуют в избытке в организме, в крови, то он спазмирует весь желудочно-кишечный тракт. То есть мы наблюдаем спазм гладкой мускулатуры желудка. Он в спазмированном состоянии находится, всех протоков, длительное время, желчные протоки, желудок и печень. Все в спазмированном состоянии находится. Кишечники толстые и тонкие. Поэтому оттуда и идут диагнозы. Спастический гастрит, спастический колит. И это же причина именно наличия избытка адреналина в организме человека. А у второй и у третьей группы крови в состоянии избытка кортизола, наоборот, мы наблюдаем полное расслабление. То есть моторика желудок, мало того, что вырабатывается мало соляной кислоты, мало вырабатывается пепсина, потому что функция органа падает под воздействием излишнего кортизола в организме. Моторика желудка слабая. То есть это о чем говорит, что пища слишком долго задерживается в желудке. Слишком долго. И потом мы получаем опущение желудка. А под желудком лежит поджелудочная железа. И одной из причин диабета является опущение желудка. Потому что из-за слабой мотон просто улегся на поджелудочную железу. Гиря такая легла и лежит себе. Понимаете? Как может работать поджелудочная железа, когда на ней лежит гиря? А мы-то кушаем каждый день и не один раз в день. Поэтому вот эти все нарушения в работе желудка, которые как раз так связаны с нервной системой, вот они потом приводят к тому, что наши клапаны, желудочные клапаны, они дают сбой. Кто страдает в большей степени? Люди, у которых повышенная кислотность желудка. Ну это первая и третья группа крови. У них в принципе предрасположенность. Хотя, конечно, в нашей сегодняшней жизни с нашими ранними гастритами, ранними гастритами. И уже и эта статистика показывает, что уже и у этих людей тоже наблюдаются и пониженная кислотность, и нулевая кислотность. Опять-таки, почему долговременное пребывание человека в состоянии стресса? И вот эти все вроде бы сначала такие незначительные нарушения, вот они потом и приводят к тому, что клапаны нашего желудка начинают давать сбой. То есть они не работают, они полностью не закрываются. И таким образом мы и получаем потом серьезные очень проблемы не только с желудком, но и с пищеводом. И рак пищевода это сегодня достаточно очень серьезная проблема. Ну вот тут на картинке как раз и видно, вот кардинальный пищевой клапан и пилорический, ну или сфинктер, так называемый клапан, и сфинктер, и неважно. Но вот они как раз и видно, вот верхний и вот и нижний. Нижний это переход в 12-перстную кишку. То есть вы должны понимать, что желудок это кислая среда. Даже если нулевая и пониженная кислота, то равно кислота. А дальше идет щелочная среда. И поэтому вот тут очень важно, чтобы это не смешивалось ничего, понимаете? Потому что если кислота начинает смешиваться со щелочью, начинается реакция очень серьезная, которая, конечно, приводит к очень быстрому повреждению слизистого, слизистой желудка. Как убирать? Ну, посмотрите, у нас замечательные результаты на айсе. Айс натощак. Вот этим людям, которые страдают рефлюксом, да, когда есть грыжи пищевода, айс натощак очень хорошо работает. И вы можете рекомендовать людям с этой проблемой начинать, естественно, как мы говорим, со дной, постепенно увеличивая дозировку, но на двух или даже на трех можно остановиться. И просто нужно время. В течение трех-четырех месяцев по результатам, которые я уже, ну, у нас, конечно, так именно у нас в Днеприде нет, но у нас хорошие результаты у людей, у которых гастрит с повышенной кислотностью, да, у кого уже были язвы, то есть это постязвенное состояние. И с сезонными обострениями. Тем людям, у которых идут, была язва, но идут сезонные обострения, я им всегда говорю, ребят, вас не долечили? Вас не долечили. Если язва была вылечена по-настоящему, она сезонных обострений давать не будет. Если она не долечена, а там опять-таки может быть или причина собственная, высокая кислотность, которая однозначно мало, если слизи мало, она, естественно, будет разъедать свой собственный орган. А у нас единственный слизеобразующий продукт есть. Единственный – это молоко, которое нам сегодня всем запрещают пить. А это единственный природный продукт, который способствует слизеобразованию и защищает таким образом собственную слизистую от собственной соляной кислоты. Вот до революции язву лечили вообще очень просто. Молочной недельной диеты. Ничего. Сидел человек на молочной диете в неделю, и никакой язвы. Все проходило, все заживлялось и так далее. Да, проблема в том, что сегодня тяжело найти настоящее хорошее молоко. Ну, только у нас пока еще в Украине можно, но, но у нас, конечно, в Украине очень сложно найти чистые пастбища после Чернобыля. Вот поэтому вот только швейцарцам повезло. В Швейцарии вот у них там культ коров, культ молока. Вот там, наверное, люди понимают, насколько важен этот продукт, потому что именно молоко является поставщиком нам легко усваиваемого белка для всего нашего организма и, конечно, в первую очередь для иммунной системы, да, и для всего нашего организма. Поэтому, поэтому желудок надо беречь, им надо заниматься, их надо профилактировать. То есть, понимая свои, так сказать, генетические или уже приобретенные проблемы с желудком, то надо понимать реально, что он требует вашего внимания. В Китае, я вам хочу сказать, я уже это говорила, еще раз повторю, желудок и поджелудочная железа относят их к стихии земля. И в Китае все врачи там китайские, для них самым важным является именно стихия земля. И они сами говорят, что если эти органы будут крепкими, здоровыми, то человек никогда не заболеет раком. Никогда. И вопрос, почему? Потому что белок. Потому что именно белок, который расщепляется полноценно, дает организму здоровье. Дает организму крепкую иммунную систему, дает организму крепкую соединительную ткань, дает организму крепкие сосуды. И вот поэтому они об этом и говорят. Типичная клетка. Если белка вырабатывается достаточно, клетка типичная, здоровая. Если белка недостаточно, в нашем организме появляются атипичные клетки. То есть дефектные клетки, которые в конце концов могут стать злокачественными клетками. И вот тут очень важно, как работает ваш иммунитет. дифференцирует ли он еще? То есть различает ли он еще? Потому что его работа убрать эту клетку из организма. Убрать, то есть убить, истребить ее. Потому что да, она своя, но она чужая. И чтобы она не стала злокачественной, чтобы она не активировалась, только иммунитет может эту работу сделать. А так как мы все сегодня ходим с иммунодефицитами, почему сегодня онкология расцвела, извините, таким просто огромным букетом, потому что вся традиционная медицина целенаправленно убивает нам иммунную систему. Целенаправленно для того, чтобы наш организм был не в состоянии выполнять работу, то есть дифференцировать, не трогать, различать, различать. И таким образом люди страдают от этого. И наша задача здесь в этой ситуации всегда понимать, насколько важен чтобы наша иммунная система была крепкой. А для этого нам нужно, чтобы наш желудок нормально функционировал, чтобы он нормально расщеплял бельки. И если ты родился, как я, например, я родилась с врожденно слабой землей, у меня желудок в минусе. И я с детства сидеть и ели конфеты, а я ела соленые огурцы. Поэтому у меня были постоянные ангины. Я была очень часто болеющим ребенком. Потом у меня начался пилонефрит. Это как раз показатель того, что слабый желудок, я не хотела мяса, я его не любила, потому что слабый вялый желудок не просит. У детей нет аппетита. когда слабый вялый желудок. И если бы, конечно, мои родители меня, естественно, водили к врачам, но тогда, конечно, было немножко получше, потому что у меня была бабушка, которая меня отправляла в деревню, и бабушка меня насильно все лето впихала в меня капустный сок. И таким образом она мне стимулировала пищеварение. Она мне вот таким методом, хоть и не очень приятным, но она мне лечила мой слабый вялый желудок. И у меня, естественно, на этом фоне и аппетит появлялся, и кушать мне хотелось, и мясо мне хотелось кушать, но мы должны понимать, насколько важно, чтобы наш желудок работал нормально. И очень вовремя нужно обращать внимание на симптомы того, что что-то не в порядке, не ждать, когда уже идет острая боль, не ждать, когда уже все, язвы, а просто реагировать на изжогу, на отрыжку, на тяжесть в желудке. И если вы поели, вы чувствуете тяжесть, значит, моторика слабая, значит, надо помочь. И для этого, естественно, в компании EPL есть замечательный продукт, который называется Айс, который прекрасно помогает как раз из вялого желудка сделать активный желудок, то есть привести его в нормальное состояние. И таким образом постепенно избавиться даже от такой болезни, как реплик. Следующий очень важный у нас есть такой сфинктер Оди. Он находится у нас сейчас если я его сейчас найду. Так. Да, вот я хотела, кстати, сказать, глядя на эту картиночку для маленьких деточек, чтобы вы понимали, почему ребенок срыгивает. Ведь мы думаем, что это нормально. Нет, это вот как раз, когда ребенок маленький срыгивает, это четкий показатель того, что у него очень слабо и вялоработает желудок. Он не створаживает белок, он не выполняет свою функцию. Поэтому вот уже с какого возраста надо четко понимать, что у ребенка просто вяленький слабый желудок, он врожденно слабый. И на это надо уже реагировать. И такому ребенку тоже можно давать айс, можно растворять водички и просто давать его. Для того можно прям в течение дня одну драже растворить и просто в течение дня на пол стаканчика давать ребенку обязательно выпить эту водичку. Ну, сфинктер Ози, я сейчас хотела его быстро найти. Сфинктер Ози, где он, это у нас краник, я его называю, это краник такой, да, краник, который, когда мы что-то сели, он открывается, и с этого краника идет два протока. Один проток желчный, а другой проток панкреатический. То есть, с одного протока у нас капает три капельки желчи, а с другого протока у нас капают панкреатические соки. Это очень, это важно, потому что идет продолжение переваривания пищи. То есть, пища переходит в другой отдел и идет переваривание пищи. Ну, вот тут у нас такие, видите, картиночки, это вот та же язва, которая перерождается потом в рак, и вот как действительно важно за этим следить и за этим наблюдать. Вот, двенадцатиперстная кишка, да. Поэтому сфинктер Оди это краник. И иногда и часто есть такая дисфункция сфинктера Оди. то есть этот краник заклинивает. И тогда мы это ощущаем, например, мы можем ощущать уже боль, потому что нет оттока желчи. Просто нет оттока желчи. И таким образом мы уже почувствуем боль. Нет оттока панкреатических ферментов. А если нет полноценного оттока, что будет происходить? Я сейчас, дорогие мои, перейду на телефон. Я сегодня честно вам скажу, я сегодня чего-то так заработалась, что я забыла блок питания. И вот у меня просто сейчас мой компьютер выключится. Вот уже мигает, видите? Я в следующий раз буду более дисциплинированная и очень хорошо подготовлюсь. Девочки, перехожу на телефон. А тут есть моя картинка. Спасибо. 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 Прекрасно, хорошо слышно. Алло? Слышно меня, Май? Слышно. Прекрасно, прекрасно слышно. Все. Видно и слышно. Да, ну, к сожалению, все. Мой компьютер не выдержал нагрузки. Не выдержал нагрузки. Теперь смотрите. вот я просто чтобы у нас не было такого моего одной нудной моей лекции. Скажите, пожалуйста, есть у нас сейчас среди слушателей люди, у которых есть такая проблема, которую я назвала? Рефлюкс, эзофагит, есть такие болезни? Грыжи позвоночника, ой, пищевода? У меня, у Дельфана. Есть, да? А сколько лет? Ну, как минимум три, я об этом знаю? Нет, сколько вам лет? А, 70. Ой, какой у вас молодой голос. Я думала, ну, 38. Так и есть, так и есть. Ну, прям, прям вы меня удивили. Думаю, боже, такая молодая, откуда же у нее такой диагноз? Да. Ну, в общем, вы меня услышали, да? Что, в принципе, а какая группа крови? с этим проблема, не знаю. А, вы не знаете, я поняла. Ну, а вообще кислотность когда-то проверяли? Ну, это нормальная, он говорит, врач, который делает гастроскопию. Да. Говорит, что нормальная кислотность? Да, говорит, нормальная. А вообще УЗИ желудка опущения нету? Опущения нет, но слизистая плохая. Слизистая плохая, все понятно. Ну, значит, все-таки кислотность, даже если и нормальная, значит, недостаточно слизи, значит, все-таки ваша собственная кислотность ее повреждает слизистую. Значит, надо АИС, вот АИС использовать именно там в АИСе действительно очень много компонентов. Вот возьмите ту же АЛОЕ ВЕРА, да? Ведь АЛОЕ ВЕРА изначально всегда именно и применяли как регенератор слизистой оболочки. Вот именно регенератор слизистых, слизистых, всех слизистых. Поэтому вот если посмотреть состав АИСа, облепиха там же, вот все, что используется для заживления слизистой, это все находится в АИСе. Поэтому вот всем, у кого есть, и это касается луковицы двенадцатиперстной кишки, также, потому что эрозии, вот как раз и возникают эрозии луковицы двенадцатиперстной кишки, когда нижний клапан неплотно закрывается и кислое содержимое обжигает луковицу двенадцатиперстной кишки. Поэтому все, что требует заживления, это, конечно, АИС. Все, что требует восстановления моторики желудка, вообще всех процессов желудки, это АИС. Поэтому всем вам рекомендую. Итак, синтероди, краник, краник, который действительно нужен нам для того, чтобы наш пищевой комок, который вышел из желудка, пошел дальше, дальше идет процесс переваривания. И вот сфинктероди, я всегда людям примерно рассказываю так, вот возьмите шланг, подключите с водой и наступите на него. И, естественно, у вас с одной стороны начнет выдуваться шланг, он может лопнуть под напором, потому что нет прохода. Вот тоже дальше, дальше нет процесса движения дальше. Поэтому представьте себе то же самое, ваш краник закрылся, да, но если он закрылся совсем, то это все, это надо в больницу. То есть он может функционально недостаточно быть разной, там, первой, второй, третьей степени, но это изначально говорит о том, что те же, например, панкреатические ферменты, да, которые должны выйти, они остались в органе. И таким образом начинается процесс самопереваривания органа, самопереваривания. Поэтому вот этот сфинктер это тоже очень важно, чтобы он правильно функционировал. И вот такое явление, как дискинезия, которая сегодня вообще сплошь и рядом, вот начиная с детей. И вы знаете, что самое страшное, что врачи вообще не реагируют на это, на такой процесс, как дискинезия, никто, да, никто даже внимания не обращает. Они даже людям не объясняют, что это, что это такое и чем это грозит, самое главное. Ведь дискинезия это процесс неправильного, неправильного движения. Это механика, опять-таки, механика нарушилась. Когда мы с вами что-то съели, пока переваривается, например, белок, переваривается в желудке. Но ведь углеводная пища идет, у нас желудок имеет большую кривизну и маленькую кривизну. Так вот, белковая пища идет по большому кругу, потому что она требует большого количества всевозможных процессов переваривания. А вот углеводная пища, она идет по малой кривизне, то есть быстро. И поэтому, как только мы что-то съели, уже сигнал, то есть тут рефлекс, это называется рефлексы. Рефлекс срабатывает и уже у нас краник должен открыться и уже как только туда падает пища, уже должна быть желчь и панкреатические соки. Что такое дискинезия? желчь? Это когда пища прошла, пищевой комок прошел, а желчь только потом выделилась. Это нарушение моторики, это дисфункция. И если этот процесс не лечить, а что такое желчь? Это очень агрессивное вещество, щелочь. И представьте себе, когда пусть капелька, но она попадает на слизистую, это сразу ожог. Дискинезия однозначно заканчивается потом эрозиями, а потом язвами. Поэтому дискинезию надо лечить обязательно. А опять-таки, откуда дискинезия у детей? Нервная система, центральная нервная система. Напрямую с вегетативной нервной системой связан на желчный пузырь. Поэтому если у детей есть дискинезия, если у вас, если у ваших детей, внуков, начинайте им давать хепер, обязательно давайте хепер. Хепер прекрасно убирает дискинезию. Прекрасно. Поэтому, конечно, на это все надо реагировать. Потому что если сфинктер Оди не работает или он слабо работает, то ферменты, та же поджелудочная железа будет погибать от собственных же ферментов. От собственных ферментов. Поэтому этот клапан или этот сфинктер, он обязательно должен работать правильно. Как проявляется, будем говорить, его какое-то нарушение? Ну, во-первых, естественно, если такое нарушение уже достаточно серьезное, то поджелудочная начнет вас беспокоить. Она начнет уже подавать сигналы СОС. Точно так же, как и желчный пузырь начнет подавать сигналы СОС. Это может быть не острая боль, но это может быть дискомфорт. И в правом подреберье, в левом подреберье дискомфорт. Но этот дискомфорт надо уже на него реагировать и понимать, что что-то где-то произошло. Дисфункция сфинктера Оди это не очень распространенное явление, но длительное, например, длительное голодание, например, это все может привести к сбою работы. Почему нельзя голодать? Потому что печень каждые три часа вырабатывает желчь. Каждые три часа. А что такое желчь? Желчь это упакованные в контейнер токсины. Это то, что наша печень 24 часа в сутки обезвреживает, потом упаковывает и отправляет в желчный пузырь. И если она должна дальше пройти, токсины запакованные, должны выйти, вывести, они должны выйти из организма. Однозначно. Это яд. Это токсический яд. И поэтому мы поели, через три часа, если вы не поели, желчь осталась в желчном пузыре. Все. Пузырь начинает увеличиваться в размере. Прошло еще три часа, печень опять выбросило порцию желчи, а вы опять не поели. Опять мы складировали все в желчный пузырь. Он начинает трамбовать то, что осталось. Размер увеличивается, потому что вообще-то если ваш желчный пузырь пустой, у вас размер вашего большого пальца, вот такой он должен быть. А он в три, в пять раз всегда больше нормы у людей. Это те, которые не едят и особенно не завтракают. Если человек не завтракает, желчекаменная болезнь ему обеспечена. И вот таким образом у нас ломаться может сфинктер Оди, если мы просто не едим, мы не соблюдаем правильный режим питания. По большому счету через каждые четыре часа мы должны что-то, но не есть. Мы можем выпить, например, кофе с молоком. На молоко, на молоко, на единственный напиток, на единственный напиток, на молоко отходит желчь. Больше ни на что, только на еду. И то, чтобы там еще были элементы жира, вы же понимаете, обязательно. Поэтому, а вот кофе с молочком вы можете выпить через три с половиной часа, и отток желчи пойдет, чтобы не было застоя, потому что длительные застойные явления в желчном пузыре, во-первых, идет мощная интоксикация. Вы же понимаете, что эти упакованные в контейнер токсины, они все равно просачиваются через слизистую, и таким образом отравляют нашу внутреннюю среду. Поэтому, мы должны обязательно следить за тем, чтобы через каждые три с половиной часа, мы должны что-то бросать в рот, чтобы происходил отток желчи. Вот тогда не будет интоксикации, вот тогда не будет увеличена печень, и тогда не будут забиты печеночные протоки, потому что при этом состоянии вообще нарушается венозный отток печени, и потом у человека диабет второго типа, потому что глюкогон перестает вырабатываться, и ломается сфинктер оди. Если поломается сфинктер оди совсем, это операция, это непроходимость называется, это очень серьезные патологии, поэтому за этим надо следить, следить как? Правильным питанием, не допускать длительных голоданий, раз, кушать один раз в день, это катастрофа, можно покушать один раз в день, но тогда пейте что-то, три с половиной числа прошло, я не знаю, молочный коктейль, молоко, кофе с молоком, но что-то надо пить, чтобы осуществился отток желчи, в крайнем случае съели маленький кусочек хлеба со сливочным маслом, или маленький кусочек хлеба с кусочком сала, но для чего, чтобы ушла, чтобы этот желчный пузырь освободился, чтобы он не трамбовался, посмотрите, ведь, когда идет застой желчи, она черного цвета становится, как асфальт, все, это последняя стадия, потому что даже по цвету, даже по цвету желчи определяли, вот теперь вам будет интересно, как желчный пузырь влияет на наше настроение, меланхолик, наше настроение, от того, насколько застойный наш желчный пузырь, настолько мы печальны и тоскливы, оптимизм, оптимизм, да, радостное состояние, это зависит все от состояния желчного пузыря, и если, а если ваш желчный пузырь постоянно забит, вы будете всегда находиться в состоянии меланхолика, вам ничего не будет интересно, ничего не хочется, не познавать, ничего, потому что печень это архитектор, вот если нам, вот у человека не получается строить себе планы и цели, то это у него проблема с печенью, а печень это архитектор, а желчный это строитель, желчный это действие, поэтому на наши действия напрямую воздействует состояние нашего желчного пузыря, и на наше настроение, на нашу ворчим мы, раздражаемся мы, вот это все на желчный пузырь, поэтому всего лишь почистив, освободив его, да, и следить, вы станете нормальным человеком, радостным, позитивным, а не скептиком и меланхоликом, продукт хепер нам помогает замечательно в этом плане, замечательно, два дрожжа на ночь, можете два дрожжа днем выпивать, но обязательно два дрожжа на ночь, если вы чувствуете тяжесть в правом подреберье, если вы действительно горечь у вас уже есть, то есть если вы ходите постоянно в меланхолии, в унынии и в лении, действий никаких, начинайте пить хепер, много, и сразу все наладится, и появятся действия сразу, и желание что-то строить, строить, главное, чтобы архитектор еще работал, чтобы еще и планы и цели были, но если, извините, а вот если желчный пузырь удален, сложненько, сложненько, потому что вы должны понимать все, кому удалили желчный пузырь, вот вы как никто должен кушать через каждые три с половиной часа, если вы не будете делать, у вас появятся язвы в первых начальных отделах тонкого кишечника, туда гастроскоп не достает, но ваша желчь, она капает, ее ничего не держит, печень-то работает, ваша-то печень, желчь-то удалили, а печень-то на месте, и он свою функцию выполняет, он каждые три часа все-таки желчь вырабатывает, и она у вас течет, ее ничто не держит, она капает постоянно, а что там рядом, а там рядом двенадцатиперстная кишка, там рядом первый тонкий, самый первый отдел тонкого кишечника, и вот там, когда начинаются боли, вот там образуются язвы, а потом то, чего мы всего боимся, а гастроскоп достает только до луковицы двенадцатиперстной кишки, дальше никто ничего не видит, поэтому последствия тем, кому удалили желчный пузырь, это именно язвы и опухоли тонкого кишечника самых первых отделов, поэтому обязательно три часа прошло кушать или выпить кофе с молочком, что-то не было, чтобы ваша желчь, чтобы была пища, чтобы она не собственную слизистую сжигала, а она в пищу участвовала в процессе пищеварения, и тогда не будет никаких проблем, но если удален желчный пузырь, да, вот будет проблема с действиями, поэтому нужно будет себя заставлять, заставлять, но хепер обязательно принимать, но вот тут без режима питания, без вот ничего, тут надо строго, вы должны это понять и строго это соблюдать, вы должны всегда с собой что-то носить, печенюшку, орешки, но что-то такое, чтобы можно было, прошло 3 часа, бросили в рот, прожевали, все, прошло 3 часа, бросили в рот, прожевали, за этим надо постоянно следить, я же не говорю, там много, но по чуть-чуть, следующие клапаны, которые у нас есть в желудочно-кишечном тракте, это в тонком, тонкий, заканчивается тонкий кишечник, начинается толстый кишечник, там тоже есть клапаны, но во всяком случае, здесь в принципе клапан, он не настолько опасен, если где-то там начнутся какие-то проблемы, он не настолько опасен, самое главное, это наши желудочные клапаны, и это сфинктер ОДИ, о каких клапанах я еще хотела поговорить, о венозных, варикозная болезнь с клушьи рядом, ее неправильно лечат, ее абсолютно неправильно лечат. Причина варикозной болезни находится в кишечнике, а точнее в гисбиозе, в наличии патогенной микрофлоры. За варикозная болезнь это причина паховый лимфоденид, увеличенный увеличенные лимфатические паховые узлы. Если они увеличены, это однозначный показатель того, что в кишечнике есть инфекция. Лимфатические узлы артериальные сосуды пережимать не могут, потому что там кровь идет под давлением, а вот венозный запросто, поэтому чем больше паховый лимфатический узел, тем больше он переживает сосуд, и таким образом у человека нарушается венозный отток и формируется варикозная болезнь, если в принципе это не связано там, например, с какими-то травмами серьезными, потому что травмы могут спровоцировать эту. Поэтому надо опять-таки возвращаемся к если идет нарушение венозного оттока, опять вспоминаем шлангу. Наступили и все, нет оттока, и естественно начинается застой, то есть кровь стоит, сосуды расширяются, клапаны ломаются, а к этому еще, естественно, присоединяется и реология крови, потому что качество крови тоже очень важно, вязкость или густота, или вязкость крови тоже очень важно, потому что если кровь очень вязкая, клапаном тоже сложно работать, но вот это и есть основная причина того, что ломаются венозные клапаны, а если они ломаются, то есть они не работают или очень слабо работают, то естественно начинается проблема с сердцем, потому что сердце это насос, а периферия, нижние конечности, они помогают, клапаны венозные помогают поднимать кровь вверх, мы что находимся под магнитным полем, они помогают, но как только клапаны слабо начинают работать, наше сердце начинает естественно работать с глобальной нагрузкой и идет преждевременное истощение и показатель это нижнее давление, если оно выше 85 уже, даже если выше 85 постоянно, это как раз показатель того, что ваше венозные клапаны очень слабо функционируют, поэтому наши клапаны, венозные клапаны, они напрямую зависят от вашего опять-таки состояния кишечника и от наличия в ней инфекции, потому что лимфатические узлы, они естественно увеличиваются, скрытый лимфоденит это сегодня проблема, которую не диагностируют наши врачи, скрытый лимфоденит есть подчелюстные лимфоузлы увеличены, они сжимают щитовидную железу, вот я говорила, что я сегодня хочу с вами немножко еще и поговорить про щитовидную железу, потому что очень много вопросов задают, как лечить то или иное состояние, но дело все в том, что надо понимать причину того или другого состояния, тоже тема достаточно конечно обширная, но я постараюсь очень коротко вам объяснить, вы не устали вообще, а то я так говорю, говорю, вы не устали меня слушать? Мы записываем, у нас нет времени на усталость. Вот, поэтому вот в следующий раз, когда к вам человек придет с варикозной болезнью, да, вот, вы сразу можете уже понимать и задать простой вопрос. Аппендицит удаляли? Нет, хорошо, антибиотиков много принимал, а как со стулом у тебя, да, потому что естественно это все вылазит, эти все вещи, они однозначно у человека проявлятся, а боли есть у тебя, например, я очень легко проверяю, я беру теннисный мячик, обычный теннисный мячик, даю человеку руки, или просто он может стоять, и я начинаю этим мячиком водить по животу, начиная с тупка, и немножко придавливаю, и потом слышу, ай, ой, ай, я говорю, а что такое, у вас же ничего, у вас же все в порядке, а вы говорите, у вас ничего не болит, просто обычный теннисный мячик, сами можете себя проверить, легли на спиночку, взяли мячик, и пошли, начиная с солнечного с эпигастрия, взяли, прижали его хорошо, и начинаете потихонечку его прокатывать, вот вы прочувствуете то место, где у вас или дивертикули, в толстом кишечнике, или где-то участок, где могут засесть гады, тоже там воспалительный процесс организовать вам небольшой, и вы это все прочувствуете, и вот так пошли по животику, по животику, там где пуп хорошо надо прожать, и справа, и слева, и снизу, и сверху, и вот так прокатайте вот этот теннисный мячик, который вот хороший, настоящий, да, и вы сразу же найдете свои проблемные зоны, дай бог, чтобы у вас их не было, но это четкий показатель того, что у человека есть скрытый очаг инфекции, он об этом не знает, но и поэтому лимфатические узлы увеличены, а лимфатические узлы увеличены, значит нарушен венозный отток, значит варикозная болезнь человеку обеспечена, и геморрой в том числе. Подчелюстные лимфоузлы, танзелиты, ангины, кто болел, надо смотреть, руками пальпируйте, они всегда будут увеличены, если, конечно, она недолеченная, танзелит или недолеченный, а лимфоузлы, они сжимают щитовидку, вы просто откройте анатомический справочник и посмотрите, какое количество лимфоузлов находится вот здесь возле щитовидной железы, их масса, и когда они увеличены, они ее сжимают и не дают ей работать, а человека садят на гормоны, а что такое щитовидка, это щит метаболизма, то есть они отключают ее, потому что человек начинает принимать заместительную терапию, а любая заместительная терапия, орган отключается, все, он перестает работать, и вот так нас гробят всех, надключичные лимфатические узлы очень часто увеличены, они пережимают опять-таки венозные сосуды и у женщины мастопатия, потому что нет оттока полноценного, все, грудь начинает болеть, а причина лимфатические узлы, а почему они увеличены, потому что в крови есть инфекция, значит идет война локальная, там сидят лимфоциты, они следят четко, и если кто-то идет чужой, они начинают их убивать, если они постоянно увеличены, значит в организме присутствуют паразиты или много токсинов, это четкий показатель того, что надо срочно себя очищать, то есть принимать МЭЛС длительно, не менее трех-четырех месяцев, принимать Альт, чтобы выводить токсины и таким образом лимфоузлы, то есть уходят естественно лимфодениты скрытые и все, ничего нигде, и мастопатия уходит, и щитовидная железа начинает нормально функционировать, поэтому даже чисто ради профилактики стоит пропить МЭЛС и Альт только для того, чтобы помочь нашим лимфоцитам, помочь им, потому что если они постоянно у вас работают в авральном режиме, постоянно, если они всегда увеличены, значит, ваша иммунная система работает в авральном режиме, насколько ее хватит ресурсов, ресурсность, насколько, сколько, год-два, когда она упадет вообще, потому что она работает в авральном, она не должна так работать, Поэтому обращайте внимание на лимфатические узлы, следите за этим. Ну а теперь щитовидная железа. Вопрос очень интересный. Ну смотрите, вот задайте себе такой маленький вопрос. Почему? Почему? Болезни щитовидной железы в основном у женщин. У мужчин это единичные случаи, где бы они ни жили. В йододефицитном регионе живут и женщины, и мужчины. Но болеют 98% женщины, а мужчины нет. Хотя у них тоже недостаток йода в организме. Живем все в одном регионе. Почему? Вопрос. Вот этот вопрос, на который не хотят сегодня отвечать наши эндокринологи. А вопрос очень простой. Щитовидная железа напрямую связана с работой наших яичников. Напрямую. Поэтому любые воспалительные процессы в яичниках будут вызывать нарушения в работе щитовидной железы. Урогенитальные инфекции, гормональные дисбалансы. Это все то, что приводит к нарушению функции работы яичников. И как следствие сразу же это отзовется на работе щитовидной железы. Поэтому как лечить щитовидную железу женщинам? Первое, что надо назначать, это женский комплекс ПАВЭР. У вас в Америке, я так думаю, дефицита йода нет. Потому что, насколько я знаю, что давным-давно уже в Америке в хлеб добавляют КЭЛ, то есть ламинарию. Поэтому вот так решили эту проблему дефицита. У нас этого нет. Но, насколько я знаю, в Европе и в Америке это уже давно происходит. А если нет дефицита йода в организме, мы знаем, что это основная потребность щитовидной железы – это йод. И когда его нет в организме, она увеличивается в размерах. Потому что она его добывает изо всех сил. То есть идет истощение. А потом она уже истощается и все. И таким образом приходит другая фаза гипотиреоза. Это одна причина. Вторая причина, это вторая причина после яичников. Третья причина, я вам сказала, это увеличенные лимфоузлы, которые сдавливают ее и не дают ей нормально функционировать. Поэтому, прежде чем глотать сразу же гормоны, надо все-таки постараться разобраться, а что же является первой причиной. И есть четвертая причина. Это когда разрушается тироидный барьер щитовидной железы. Я вам сегодня открою большой секрет. Я думаю, что, ну, может быть, кто-то из вас знает, но я думаю, что многие очень не знают, что в 1947 году японец Хошимота сделал мировое открытие, о котором нам не говорят. И, поверьте мне, очень многие эндокринологи даже об этом не знают. Профессиональные эндокринологи. Какое же открытие сделал Хошимота? Вы знаете, что, в принципе, в его честь назвали даже эту болезнь, да, Хошимота, аутоиммунный тиреодит или болезнь Хошимота. Какое же открытие этот человек сделал? Когда они пережили два ядерных взрыва в Японии, люди, естественно, начали умирать. И в основном это был аутоиммунный, быстрый, прогрессирующий процесс по щитовидной железе и не только. И ученые начали искать. Начинали давать, например, людям водоросли, они быстрее умирали. Начинали давать какие-то витамины, они быстрее умирали. То есть они искали, что ж такое, что ж это причина. И вот Хошимота сделал потрясающее открытие. Он открыл то, что наши иммунные клетки, что в нашем организме есть органы, которые закрыты от нашей иммунной системы. Это государство в государстве. То есть, когда наши иммунные клетки учатся, проходят курс обучения, и они получают определенную программу. Есть такая система гистосовместимости. То есть, их обучают, как выглядит здоровая клетка, как выглядит... То есть, вот их обучают различать свой-чужой. Но, оказывается, в этом списке нет клеток четырех органов. Их нет. Это клетки головного мозга. Это клетки щитовидной железы. Это клетки, бета-клетки поджелудочной железы. И это клетки тестикул. То есть, пострадали еще и мужчины. И эти органы закрыты от нашей иммунной системы барьерами или заборами. Гемоэнцефалический барьер – это мозг. Тероидный барьер – это щитовидная железа. Инсулярный барьер – это поджелудочная. И тестикулярный барьер – это у мужчин. Барьеры – это забор, через который клетки иммунной системы наши не могут пройти. И не должны проходить. Потому что это государство в государстве отдельное. Что произошло в Японии, когда прогремели двоядерных взрывов? Радиация начала разрушать эти барьеры. Эти барьеры стали проницаемы. То есть, иммунная клетка просто смогла проникнуть за барьер. И тут произошел такой процесс вау. Тут тысяча чужих. Тысяча чужих. И вот так здоровые клетки иммунитета начинают убивать здоровые клетки щитовидной железы, здоровые клетки мозга, здоровые клетки бета-клетки, которые вырабатывают инсулин. Это аутоиммунный процесс. Вот это есть истинная причина этого. Это радиация. То, что разрушает наши барьеры – это радиация. Это гормоны стресса, которые разрушают наши барьеры. То есть, последствия, например, того, что проницаемым стал гемоэнцефалический барьер – это Альцгеймер. Это старческая деменция, это Паркинсон. Если это щитовидка – это аутоиммунный тиреодит или это хошемота. Диабет первого типа, инсулинозависимый и мужское бесплодие. То есть, убивают здоровые клетки иммунитета, убивают здоровые клетки органов. И причина в том, что эти барьеры стали проницаемые. Забор стал слабым. А из чего забор состоит? Забор состоит из фосфолипидов. Вот те, кто перестает есть жиры, а мозг – это кусок жира. Огромный кусок жира. Поэтому те, кто перестает есть жиры, они изначально себя обрекают на то, что эти барьеры когда-то обветшают, распадутся, и иммунная система собственная убьет собственный орган. Вот это и есть причина, еще одна и очень важная причина – это наши барьеры, которые нужно укреплять. Поэтому нужны полиненасыщенные жирные кислоты постоянно. Поэтому ни в коем случае нельзя сидеть на обезжиренных диетах. Чем меньше едите жира, чем выше будет холестерин. Вот сейчас тут пишут, как убрать холестерин высокий, а как поднять хороший, а как снизить плохой. Вы кушайте сливочное масло, кушайте сало, и тогда у вас не будет этих проблем. Потому что это материал, который нужен клеточным мембранам всем. Мозгу в первую очередь, я вам сказала, мозг – это кусок жира, а вы ему не даете. А что вы потом от него хотите? Поэтому наш организм – это действительно уникальная система. Она настолько уникальная. И вы знаете, самое главное нам надо понять. Если мы вовремя нашему организму дадим необходимый материал, который ему нужен, каждый день 90 компонентов. Вот будем давать, будем жить. Будем жить долго, будем хорошо выглядеть. Потому что геронтология – это сегодня очень актуально и очень востребовано. Геронтология, все омолаживаются, но сам процесс омоложения, я уже говорила, во-первых, где он заложен – это наши стволовые клетки. И это именно регулярное, ежедневное поступление в наши клетки необходимых питательных веществ. А нарушение этого питания зависит от многих процессов. Конечно же, в первую очередь, от фулькуляции крови, от состояния микрососудов маленьких, от их состояния, от самой крови, от качества крови. А чем питается кровь? Это и чем вы ее питаете? Что приходит в клетки? Или питательные вещества, или токсины от бактерий, вирусов и грибков? Или это пищевые токсины? И живет наша клеточка, извините меня, не в прекрасном клеточном матриксе, а в каком-то мусорном болоте. И оттуда она питается. Поэтому обеспечивать ей надо. То есть сегодня возможности науки настолько глобальны. Вот как Амулит Эсей, технология, которая подарила нам уникальный продукт, который действует системно на наш организм, выполняя все самые необходимые функции, и питание, и очищение, и защиты, и противовоспалительный мощнейший эффект идет. И противопаразитарный, вы же сами понимаете, что такое отрицательный заряд. Физику вспоминайте. Куда летит этот отрицательный заряд сразу? Там, где много плюсов. Там, где мусор. Там, где воспаление. Вот туда этот отрицательный заряд летит в первую очередь самонаводящая ракета. Она туда и устремляется. Вот в эти участки, где паразиты, где воспаление. В первую очередь туда, чтобы устранить эти процессы по законам физики. Поэтому, конечно, ребят, мы получили в руки удивительный продукт. Вот просто удивительный, потрясающий. Я сегодня проводила презентацию и просто людям рассказывала, что, вы знаете, компаний много в мире. Много. Но оценивается компания по одному очень единственному параметру. По единственному параметру. Если этот продукт нужен человечеству, этой компании включат зеленый свет во всем мире. Во всем мире. Вот если, конечно, тут еще и руководство сработает по-настоящему, да, по-умному, по-современному, то тогда, поверьте, эта компания будет жить. Этот продукт будет жить, потому что он сегодня просто спасает миллионы жизней. Поэтому мы все пьем. Чем больше, тем лучше. Поэтому мы будем молодыми, здоровыми и еще и богатыми. Я на этом закончила свою пламенную речь. Ирина, огромное спасибо. Я думаю, что мы тебя так ждали целый месяц, что сейчас появятся вопросы. Ребята, давайте вопросы небольшие. Давайте, конечно. Конкретно задается вопрос на полчаса. Хорошо? Один маленький вопрос каждый может задать. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Мне 47 лет. У меня нету желчного. И, короче, повышенная скислотность, гастрит. В данное время... Я услышала. Меня просто гложет один вопрос. Вам что там, всем специально желчные убирают? Что такое? Что с вами там делают? Ира, нам считают, что нам в Америке желчного пузыря не надо. А, правильно. Потому что, когда ты приходишь к врачу, сразу его удаляют. Ага, все. Ну, понятно. А потом, где-то после 66, ставят сразу к 70 клапан на сердце. Письмите. Ну, да, ну, зачем лечить, когда можно туда повставлять все? Ну, пусть, да, понятно. Не, ну, клапан в сердце... Да, кстати, клапан в сердце, это будет отдельная презентация. Это очень серьезный вопрос. Очень серьезный. Но я вам просто забыла еще сказать. Хорошо, что ты, Маечка, мне напомнила. Все наши клапаны, недостаточность и дисфункция лечатся слайдом. Слайдом. Замечательный продукт. Ну, желудочные клапаны, это понятно. Вот. Но добавляем к Айсу еще и слайд, и все клапаны начнут работать. Прекрасно. Я хочу сказать по поводу желчного пузыря, почему удалили мне. Значит, у меня были камни там, боли, и они сказали, что они туда не могут достать, чтобы вычистить, как вот делают в почках. Поэтому, если я не хочу постоянно иметь боли, надо его удалить. Ну, я понимаю, девочки, конечно, ну, поймите, конечно, если уже камни, о чем мы говорим? Если много камней, он не работает, он только вредит. Идет глобальная интоксикация. Я вам объяснила. Конечно, его лучше удалить, чем носить эту бомбу замедленного действия в своем организме. Но ведь, может, надо было не допускать. Вот и все. Понимаете? Я просто сейчас говорю о том, на будущее. Людям своим рассказывайте, знакомым, близким, партнерам, всем. На будущее. Но если у вас его нет, я вам рассказала, как вам надо себя вести. Все. Только вы вот здесь обязательно вы должны соблюдать вот этот рацион питания. Все. Тогда не будет проблем. Вообще никаких не будет проблем. Извините, а у меня вот вопрос от печени. Его только примерно ночью надо принимать? Или я могу днем? Потому что... Можете днем. Принимайте, когда хотите. А, хорошо. Потому что ночью иногда я забываю. Когда хотите. Данное время. А айс? Сколько вообще можно его принимать? Без разницы. У меня иногда изжога, когда что-то я поем. Нет. Айс, если изжога, после еды. После каждого приема пищи. Если вас беспокоит эта изжога, то после каждого приема пищи, конечно, пейте. А так вообще с повышенной кислотностью, то есть он тоже помогает, да? Так вот он, конечно. Вот он как раз и помогает. Это замечательная профилактика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Понятно. Но мы же без желчного пузыря, то есть. Ну, это уже я вам рассказала, как лечить. Без желчного пузыря просто кушайте правильно. Ни в коем случае не голодайте. Хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста. Ирина, Ирина, это Ина. Да, да, да. Вечер у вас. А насчет айса, как долго его нужно принимать? Вот у меня был гастрит, я от него избавилась, и я уже пять месяцев беру айс, и вот его можно остановить? У меня нет боли, как бы... Не, ну можете, конечно. Если у вас ничего не болит, ради бога, конечно, не надо его принимать, сделайте перерыв. Если вы чувствуете, что все хорошо, ну так сделайте перерыв. Вы просто должны понимать, что, в принципе, через какое-то время, значит, надо опять профилактику сделать. Ну да, просто у меня четвертая группа крови после последнего, после последней лекции, что люди именно с четвертой группой крови имеют проблемы, и им чуть ли не пожизненно надо брать этот айс. Поэтому я его думаю. Не слышно. У меня вторая группа крови, и я понимаю реально, что мне пожизненно надо принимать айс, потому что у меня слабо вырабатывается соляной кислоты. Но я как? Я пропила три месяца, но потом месяц перерыв, и сейчас опять принимаю. Но я понимаю, что мне это надо до конца, да, а вот такая генетика. Так у меня тоже получается с четвертой группой крови. Ну да, а четвертая вообще слабая, поэтому вам, да, периодически пропили месяца три, ну сделайте перерывчик на месяц, потом опять. Ага, окей, спасибо. Ирина, скажите, пожалуйста. Да, сейчас, Ирина, учитывайте еще и сезоны. Вы же понимаете, что летом, в принципе, летом, да, у нас ян-энергия, то есть больше все-таки стимуляция. А вот на зиму, то есть больше сделать акцент на зиму, потому что зимой все засыпает, фонт органов падает еще больше. А зима, мы еще больше, извините, хомячим, потому что нам надо согреваться. Поэтому вот Айс было бы здорово в большей степени нажимать на Айс нам вот с вами, да, именно вот с ноября месяца и до апреля. Окей, и еще вопрос по поводу вот варикозного, да, по поводу отеков ног. Что, GTS или стоп, я вот не поняла, потому что мне как бы не работает. Нет, GTS, ну, при варикозной болезни, я вам объяснила, мэлс, лимфоузлы давайте уменьшайте, это раз. Ну и, конечно, разжижать кровь надо. Стоп хорошо разжижает кровь и хард хорошо разжижает кровь. Окей, я это и беру. Окей, спасибо. Внимание на мужскую формулу, а не на женскую. Если, наоборот, идет как гипофункция, вот тогда женскую формулу. То есть, вот, функция яичников определяет функцию щитовидной железы. Подождите, извините, пожалуйста, вы прерывались еще раз. То есть, если щитовидка понижена, нужна мужская паула? Женскую, женскую, женскую. Ага, а если гиперфункция, тогда мужскую. А гипер это повышенная, да? Да, да, да. Ага, значит, раз у меня пониженная, то женская. Спасибо вам большое. Да, женская, да, да. А у меня узел на щитовидке. Узел на щитовидке. Узел на щитовидке. Ну, дорогие мои, узел на щитовидке. Опять-таки, а что ставят в диагноз? Он маленький. Он маленький. Ничего не ставят и ничего не делают. Значит, тогда попейте Гроу по 4 дрожжей в день. Пусть эти все узлы уйдут. Гроу. Алло? Записываешь, а то забываю быстро. А какая группа крови? Вы тоже не знаете группу крови? Я так думаю, что это четвертая все-таки. Потому что вливали все, что надо было, когда... Все, что хотели, когда надо было. Ага, четвертая группа крови. Ну, я думаю, что да, узлы на щитовидке. Но как бы причину не искали. Просто узлы и все, да? Причину не искали. Дефицит йода. Или что может быть? Чернобыль я пережила, да. А-а-а-а. Ну-о-о-о. Надо альт, альт. Выводите, выводите, выводите тяжелые металлы. Альт. Выводить надо. Много альта, да? Да. А синий налет на губах. Вот синий налет на губах тоже говорят у мужа. Синий налет на губах, ребята, это высокая степень гипоксии. Дайте ему, пожалуйста, брейн, GTS и хард. А что такое гипоксия? Кислородное голодание. Кислородное голодание. Он храпит, поэтому, да? Конечно, то есть идет глобальный дефицит кислорода мозгу и сердцу. Поэтому это риск инсульта и инфаркта. Поэтому сейчас надо уже давать хард, давать GTS, то есть стоп, может быть, чтобы разжижать кровь. Ну хард тоже хорошо идет. То есть вот сделать упор, потому что это четкий показатель вашей, как стабжается кислородом ваш мозг и сердце. Ну там трудно понять, синий, но вдруг появился. Между прочим, появился после того, как мы стали принимать продукты все эти, вот эти ЭПЛовские. До этого ничего не было. Именно цвет синий. Я даже не могу сказать синий. Я не могу сказать синий. Какой-то он непонятный. Ну потемнение, ободок на нижней губе. А, на нижней, ну смотри, это ободок, вот тут на нижней губе, где я показываю. Вот тут, да? Выше, выше, выше. Выше, вот здесь, да, вот здесь, наверное. А, вот здесь вот ободок. Да, да, да. Ну это, наверное, скорее всего связано или с парадонтой. Ну какая-то инфекция может там что-то выходить. А, пусть не вынешь? Может быть, да, очищение. Давайте все-таки более конкретно. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. У нас есть люди, которые еще не задали вопроса. Есть желающие спросить, Иру? Нехватка витамина D. Нехватка витамина D это ГРОУ. Начинайте 4 дрожжа в день принимать. Но опять-таки, почему дефицит витамина D? Вы должны знать, понимать, значит, у вас есть проблема со щитовидной железой. Потом покажем. На прямую вставить. А? Я делала на... Не слышу. Смотри, делала на... А, да, девочки, я не слышу. Белая-белая штучечка. Вот. Девочки, пожалуйста, кто задает вопрос, отключите свой микрофон. Потому что идет звук посторонний. А, делала на... Сказали, щитовидки нету. Вы делали УЗИ щитовидки? Нет, кровь не у меня брали. Вы брали на гормоны щитовидки? Кровь. На гормоны щитовидной железы сдавали, да? Алло? Алло? Они у меня брали кровь, анализ и сказали, что щитовидка нормальна. Но все равно у меня витамин Д очень плохой. А, значит, хорошо. Как вас зовут? Света. Света? А вы кушаете жир? Маслечко, сало? Ой, это я же боюсь есть. У меня же желчного нет. Это я. Это жирорастворимый витамин, солнышко мое. Жирорастворимый. Если вы не едите жиров, поэтому у вас его и дефицит. Да, я не ем вообще. Вот и все. Мне Майя говорила, что нужно с утра кушать жир. Обязательно. Сливочное маслечко, с утречка встали, хлебушек, горбушечку, свеженького хлебушка. Намазали сливочным маслечком. С кушкой, с щеночком. С курицей. С курицей вообще замечательный. И с щеночком выпили и сказали, на здоровье. И тогда витамин Д будет усваиваться. А так что ж? Единственное, когда я вот съем что-то жирное, у меня болит сбоку. Начинает, где поджелудочная. А потому что вы давно не ели. Поэтому у вас липаза не вырабатывалась. Потихонечку. Давайте потихонечку. Маленький кусочек, маленький кусочек. Если вы долго не ели жирного, значит у вас очень мало вырабатывается липаза. Это фермент, который вырабатывает поджелудочное. А чтобы он начал вырабатываться, нужно начать по чуть-чуть кушать. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И постепенно у вас начнет вырабатываться достаточное количество, и все, и не будет проблем. Хорошо, спасибо, Ирина. Пожалуйста. Девочки, мальчики, вопросы? Ирина, вопрос такой. Татьяна меня зовут. Если человек много лет принимает антидепрессанты и тяжелые снотворные, как-то можно с ним начать работать, вот выводить его из такого состояния? Как это сделать? Это очень сложно. Вот и я боюсь браться за это, потому что, чтобы не навредить... Без врачей вы здесь ничего не... Если он сидит долго на транквилизаторах, на антидепрессантах, это опасно. Понятно. Тут без врачей... Единственное, что брейн... Я бы ему просто порекомендовала принимать брейн. Почему? Потому что... И хеппер. Потому что все транквилизаторы, антидепрессанты, они разрушают печень очень сильно. И брейн это хотя бы для поддержки, чтобы хоть как-то мозг отшевелился бы чуть-чуть. Они же фактически блокируют функцию работы центральной нервной системы. Полностью блокируют. И поэтому, естественно, если человек долговременно сидит, там уже могут начаться очень серьезные тризы. И это может даже закончиться летальным исходом. Понятно. А если не трогать антидепрессанты пока, а только вот снотворные и как-то заменять чем-то нашим продуктом по чуть-чуть? Релакс. Попробуйте релакс. Давайте релакс. Релакс это очень замечательно. Он работает мягко. Он работает мягко. Пусть пьет. Начинает с двух, за три часа до сна. И постепенно выводит на четыре в течение дня. И я думаю, хотя бы релаксом она сможет, да, выйти со снотворной. Сможет. А утром GTS можно давать? Потому что она как зомби встает и до середины дня она в таком состоянии полусна находится. Ну, естественно. Конечно, можно. Конечно, можно. И сразу две под язык. Конечно, можно. Хоть немножко движения какое-то. Потому что там витамина группы В, там идет мощное такое питание мозга, там по копаманье, это кровообращение мозговое. Поэтому, да, да, это было бы неплохо. Спасибо большое. Ирочка, добрый день. Это Неля. Я не хочу никаких вопросов. Все предельно ясно. Вы единственный доктор, моя коллега, что подтвердили мой диагноз. О этом будем говорить в другой раз. Это тоже интересный случай. Я вам безмерно благодарна, что есть какие-то люди, которые думают еще и могут помогать друг другу. Целую вас. Будьте здоровы. Спасибо большое. Я бегу. У меня appointment. И я просто обожаю. Обожаю. Девочки, у кого еще есть вопросы? Спасибо. Все. Это самое лучшее проощрение. Спасибо. Если у кого-то отпустили, будем Иру отпускать. Спасибо. Надя, у вас есть вопросы? Надежда? Калифорния. Да, у меня... Да, да. Надя, есть вопросы? Да, у меня вопрос по венам. У меня открылись венозные язвы. И поэтому... Ну, такой вопрос. Наши венозные язвы. Трофические язвы. Ну, во-первых, открылись... Обострение пошло? Или вы начали продукт принимать и пошли... И пошло обострение? Ну, у меня вены очень давно, мне 61 год, и у меня вены очень давно. И язва была открыта 7 лет назад, а сейчас повторилась. Ну, смотрите, вам надо обязательно принимать слайд. Идет процесс заживления, укрепление соединительной ткани. И обязательно сейчас МЭЛС, потому что, чтобы инфекция не случилась. Вы же понимаете, что, в принципе, это чем опасно? Это инфекция. Это золотистый стафилококк. Поэтому МЭЛС плюс слайд, вы таким образом... Слайда можно так 4, а то и 6 штук в день, чтобы быстро пошел процесс заживления. Большое спасибо. Потом остальные вопросы я буду с МАЙ. Но на данный момент я на работе и... Ну, я поняла. Да, большое спасибо вам. Пожалуйста. И паховые узлы. Паховые узлы. Поэтому вы на МЭЛС должны сесть на месяц и 4. Видимо, у вас давным-давно есть... А что в кишечниках? А, нехорошо. Все. Вот это то, что я вам рассказывала. Поэтому есть инфекция в кишечнике, лимфоузлы увеличены. Вот поэтому варикоз. Поэтому на МЭЛС сядьте на 3-4 месяца. И вы уберете инфекцию, и лимфоузлы уменьшатся. Лимфоденит паховый уйдет, и все. И тогда не будет проблем с венами. А в каком количестве, невзирая, да? Ну, две. Начните с одной, потом две. Ну, если уже такой варикоз, ну, может, ну, 3-4... Ну, 4 максимум, больше не надо. А Айс, думаю, обязательно, да? То, что вы говорили. Ну, если у вас желудок болит, то, конечно. Ну, чтобы болит, не болит, но я только один раз скажу. Хотелось не один. Понятно. Я думаю, что стоит. А чтобы болит, то, но... Конечно. Я вам хочу сказать, что с возрастом нам всем стоит принимать Айс. Потому что даже если у нас и повышенная кислотность, с возрастом функция идет угасания. Возрастные угасания функций всех органов. Поэтому вот эти дрожжи, это как раз уникальность в том, что они не дают угасать нашим органам. Большое спасибо вам. Пожалуйста. Очень хорошая была презентация. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Да, здравствуйте. 32 года. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса, в принципе, коротеньких. Первый – это то, что у меня за последние, наверное, года три была инфекция в почту. Тоже, наверное, раза три. То есть я практически, блин, каждый год с ней мучаюсь. Поэтому я сейчас начала обязательно МЭЛС, ну и Альт, понятное дело. У меня вопрос по МЭЛСу. МЭЛС принимать по две или по одной на ночь? Ну, я рекомендую начинать по одной, потом постепенно выходить по две. У вас стриптококковая инфекция, скорее всего. Потому что все пилонефриты связаны со стриптококковой инфекцией. Но это МЭЛС, правильно? Да. МЭЛС в комбинации с Альтом, он лучше. Да, да. Окей, следующий вопрос. Сливочное масло, если вообще не ем никогда, чем его можно заменить? Салом. Салом. С утра? А почему нет? Замечательно. Ну, смотрите, есть селедочка. Селедочка жирненькая. С утра. А как вы... Правильно. С утра. Селедочка. Это может быть сыр. Но только сыр желтый. Там, где много жира. Сыр. Есть белый, там это вот, это белка много. А есть сыр желтый. Вот там много жира. Вот сырочек с кофеёчком, пожалуйста. Это я могу. Спасибо. Вот. Да. А сколько вы мне в ФМЛС посоветуете с Альтом принимать? Ну, если у вас уже несколько раз подряд были инфекции, то я думаю, что не меньше четырёх месяцев. Понял. Спасибо большое. Что-нибудь ещё надо, Даша? Ира? Я думаю, что если здесь это именно стафилокостная, стриптококковая инфекция, то группу крови, если мне скажут, Дарья. Чтвёртая. Ну, айс обязательно. Сразу говорю. Мы такие шикли. И релакс тоже туда же. Мы такие шикли. Релакс туда же. Да. Хорошо, Ира. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ребята, больше нет вопросов? Ириша, огромное тебе спасибо. Мы получили море сегодня ответов. Я очень рада, что ты вернулась после отпуска. Что я встрою. Что я встрою. Ты видишь прекрасно. Спасибо. Ну, я ж загоревшая, я ж с моря приехала. Вот, мы очень рады тебе. И я хочу тебе сказать огромное спасибо от всех нас. Девочки, больше нет вопросов? Нет. Спасибо, Ира. Спасибо, Ирина. Мы очень встречали. Осенью встречали. Все, я постараюсь почаще, почаще, да, встречаться, почаще выходить в эфир. У меня еще есть очень много интересных задумок и тем. Но вот просто начали же, карантин закончился. Все, офис, люди, презентации. Поэтому времени маловато. Но все равно буду планировать. Будем встречаться, девчонки. Я тоже очень соскучилась за вами, за всеми. Огромное спасибо, Ира. Всего хорошего дня. Всех целую. Пока-пока. Всем здоровья, удачи. Пока-пока. И много, и 10 тысяч, нет, 50 тысяч евро в неделю. Все. Годится. Все, пока-пока. Отлично. Ирина, здорово. Системный подход. Просто обалденный. Аплодирую стоя. Да, Марочка. Благодарю. Все, пока, девчоночки. Пока.